Зачастую на нашем канале происходит обзор игр с хорошим бюджетом, некоторые из которых носят статус ААА проектов. Сегодня же мы попробуем вам рассказать про небольшую игрушку, которая должна понравиться, если не всем, то большинству жителей бывших советских республик. Знакомьтесь, панельки, проект с говорящим названием. По-настоящему с первых минут пропитывает нас какой-то особой тоской. Тоской странной, где-то даже любимой. В первые мгновения игры нас не покидает чувство дежавю. Действительно, всё, что мы видим на экране своих мониторов, ничто иное, как отражение сегодняшней жизни. Оценки за первый месяц у панелек очень высоки, но любит наш геймер серость, обречённость и просто погрустить. Опять же таки, нужно понимать, что все эти чувства подаются под приятным соусом, поэтому играть действительно интересно. Признаться честно, в первые минут 20 мы просто бродили по району, разглядывая однообразные панельные махины и рассматривая творения местных художников на стенах домов. Хотя, конечно же, геймплей здесь есть, и задачи вполне себе конкретны. Когда нам надоело бродить без дела, мы посмотрели перечень задач. Играть мы, кстати, будем за работника местного ЖКХ. Первое и основное, нам нужно расправляться с бесконечным снегом, поэтому берём в руки лопату и в путь. Первым делом нужно очистить подсобные помещения, за это мы получаем приятные предметы и, внимание, зарплату. Кстати, самая главная цель полезными действиями – собрать определённую сумму, после чего наш главный герой уезжает в более приветливый город. Последнее, это, конечно, шутка. Действия игры происходят в наши дни, а может и 10-15 лет назад. Всё равно не угадать, ведь в подобных городах время как будто бы застыло. Большинство склоняется, что перед нами эдакий Норильск. Действительно, супер меланхоличный и на улице пронзительный холод. Кстати, о холоде. Нужно следить за уровнем замерзания главного героя. Наше руководство бережно предоставило ряд параллель для входа в подъезд. Так что падики – это отличный вариант согреться. Кстати, о подъездах. Дизайнеры должным образом отнеслись к прорисовке падиков. Да, они выглядят практически одинаковыми, но чувствуется что-то родное и близкое. Кроме того, подъезды служат не только местом отогрева, но и содержат ряд дополнительных задач. Лестничные проёмы, извините, настолько засраны, что буквально на каждом этаже мы можем наткнуться на мусор. Благодаря нашим добросовестным действиям, виртуальный Норильск становится чуть лучше с каждой минутой. Панельки хоть и сделаны небольшой любительской студии, но выглядят вполне себе симпатично. К тому же данный симулятор работника местного ЖКХ пойдёт на большинстве компьютеров. Она действительно нетребовательна. Поэтому после нашего обзора смело можете отправиться в Steam и приобрести игру. Стоит она на уровне стаканчика кофе. Панельки прекрасно подойдут под вечернее время суток. Можно окунуться в этот мир после тяжёлого рабочего дня. Несмотря на общую меланхоличность и депрессивность проекта, он может расслабить игрока благодаря спокойному геймплею. Кстати, вы наверное заметили, что на нашем канале мы также начали прохождение игр. Если вы поддержите это видео просмотром и возможно поставите лайк, то мы отправимся в заснеженный город разгребать бесконечный снег. Игровой мир панели генерируется всегда по-разному, поэтому реиграбельность проекта достаточно на высоком уровне. Из минусов можно отметить всё-таки весьма скудные элементы геймплея. Заниматься в городе вроде как есть чем, но это быстро надоедает, поэтому играйте дозированно. Подводить итоги подобным играм довольно-таки легко. Панельки отличный симулятор нашей повседневности, который точно зайдёт большинству нашим зрителям. Принимать данный продукт стоит порционно, иначе можно ненароком ощутить депрессивные нотки. В мониторе тысячи отзывов нам понравилась фраза про уродство, которое стало чем-то родным. Вот честно, лучше и не скажешь. С вами был игровой канал Первый Уровень. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе игровой индустрии. Увидимся позже. Удачи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok